Раскрытие задержания подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления – наглядный пример и результат эффективного межведомственного взаимодействия, которое было организовано на должном уровне. Этот и другие вопросы, касающиеся итогов работы Министерства за полугодие, недавно рассмотрены в МВД по Адыгее на заседании расширенной коллегии, которое прошло с участием главы Республики Мурата Кумпилова, начальника Департамента по финансовой и экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России, действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса Ирины Кальпфляйш в режиме видеоконференц-связи, руководителей органов исполнительной и законодательной власти региона. Министр внутренних дел по Адыгее, полковник полиции Иван Бахилов в своем докладе подчеркнул, что на территории региона сохраняется стабильная оперативная обстановка. За шесть месяцев этого года зарегистрировано 2316 преступлений. Уровень преступности в республике существенно ниже, чем по федеральному округу и в целом по стране. Больше преступлений за истекший период совершено в общественных местах, но при этом число преступных деяний на улицах, площадях и скверах снизилось. Республика Адыгея занимает второе место среди регионов с наименьшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах. И остается среди благоприятных регионов по преступлениям, совершенных на улицах, площадях, парках и скверах. Ирина Кальпфляйш отметила успешное решение личным составом МВД по республике Адыгея ряда служебных задач. Большинство людей, которые служат в органах внутренних дел, самоотверженно выполняют свой профессиональный долг. И благодаря их повседневной деятельности пересекаются преступления. Однако вы хорошо знаете, что ситуация своей борьбы с преступностью, криминогенную ситуацию в республике остается весьма сложной, о чем свидетельствует ведомственная статистика. По итогам полугодия в Адыгея отмечается снижение на 19,2% количества ДТП, числа погибших на 8,6% и раненых на 21,4%. В зоне особого внимания находятся преступления, совершаемые в сфере информационно-телегуляционных технологий. На территории республики отмечается рост на 41,6% количества преступлений данного вида. Аналогичные тенденции, к сожалению, прослеживаются по всей стране. Вместе с тем, повышена и эффективность противодействия преступлений данного вида. Раскрыто почти на треть преступлений больше, чем в прошлом году. Глава Адыгея Мурат Кумпилов поблагодарил руководство и личный состав министерства за проделанную работу. Он обозначил главные векторы успешного развития региона, одной из важнейших составляющих которой, безусловно, является безопасность жителей гостей республики. Мы создаем комфортную среду в городе Майкопе. Мы вкладываем деньги, мы увеличиваем турпоток. И самое важное первое условие для турпотока – это человек должен понимать, что приезжая на нашу территорию, должен чувствовать себя безопасно. Отправляя детей, он должен чувствовать спать спокойно, потому что в республике безопасно. Поэтому мы должны для этого все сделать. Еще одним приятным этапом заседания коллегии стало поощрение сотрудников органов внутренних дел Адыгеи за образцовое выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Награды вручили глава Адыгея Мурат Кумпилов, председатель Госсовета Хаса Владимир Нарожный и министр внутренних дел Иван Бахилов. 22 июля около 4 часов 30 минут в полицию Майкопа поступило сообщение об обнаружении на территории одного из тепличных хозяйств тел двух человек с признаками насильственной смерти. Сотрудники оперативных и следственных органов выяснили, что погибшими являются 56-летний мужчина и 57-летняя женщина. Оба иностранцы, находившиеся в России, с соблюдением миграционных требований. По факту убийства следственным управлением СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России. Для раскрытия этого особо тяжкого преступления была создана следственная группа из числа наиболее подготовленных оперативников Управления уголовного розыска Республиканского МВД и отдела МВД России по городу Майкопу. В нее также вошли специально прибывшие в Адыгею сыщики из Главного управления уголовного розыска МВД России. Было налажено взаимодействие с коллегами из Главных управлений МВД России по Краснодарскому краю и Ростовской области. В ходе проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного преступления могут быть причастны четверо жителей одного из государств ближнего зарубежья, временно осуществлявшие трудовую деятельность в России. Для розыска подозреваемых, возраст которых от 21 до 28 лет, сотрудниками полиции и следователями была разработана и проведена специальная операция. В результате троих задержали на территории Ростовской области, а четвертого в одном из населенных пунктов Краснодарского края. Это при каких обстоятельствах было? Днем, вечером? Спорили вы накануне с ним, ругались или как? Нет, вечером. Вечером? Да. Это было на улице, там в поле, либо как-то в помещении каком-то? Нет, он на комнате спать. Вчетвером, короче, туда заходим. Первым, в общем, он в аллее ударил, а потом мы ударим. Вчетвером вы зашли в комнату? И все начали бить одного вот этого вот? Да. Хозяина поля? Да. Ну, теплицы эти? Да. А это он на палку ударился, на двое. И мужчина или жена, они ударят. А где-то вот так был там палкой. Вот такой палкой, да, его били? Да, да, вот так. И получается, вот вы вчетвером, да? Да. Побили? Да. После этого что было? А деньги забрал все. Деньги забрал? Да. Все? Да, да. Забрал деньги? Да, да. У кого? Оттам. А у кого забрал деньги? Оттуда, оттам, на балаган, есть там. Теплицы? Да, да. Ну, ты на теплицах на этих работал, нет? Нет. Не работал? Первый раз приехал. По версии следствия, в ночь с 21 на 22 июля заумышленники прибыли на территорию тепличного хозяйства с целью хищения денег у его руководителя. После совершения убийства хозяев подозреваемые похитили около 4 миллионов рублей и попытались скрыться за пределами России. Все четверо фигурантов задержаны и во двориной в изолятор. Сотрудники полиции Адыгеи осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Более 3,5 миллионов рублей изъяты, в том числе по месту жительства указанных лиц. Полиция и следственные органы проверяют задержанных лиц на причастность к другим противоправным деяниям. Далее в программе коротко о некоторых других фактах и событиях. В дни каникул уполномоченный по правам ребенка в республике Александр Ивашин и сотрудники ГИБДД провели разъяснительную работу на детских дворовых площадках. Ребятам рассказали об особенностях безопасного поведения летом на улицах, разобрали дорожные ловушки, напомнили о необходимости использования свето-возвращающих элементов. Родителям указали на то, что они должны строго соблюдать ПДД, показывая пример подросткам. Жительница Краснодарского края в письменном обращении в МВД поблагодарила сотрудников госавтоинспекции Адыгеи, лейтенантов полиции Аслана Мугу и Алия Дзеукожева за оказание помощи в пути. Полицейские отремонтировали сломавшуюся машину, на которой был поврежден элемент системы охлаждения двигателя, чтобы на автомобиле можно было доехать до СТО. Затем они сопроводили женщину с маленькими детьми до станции. Полиция Адыгея проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими на М4 Дон. 29 июля вечером 48-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки допустил столкновение с двумя авто, припаркованными на обочине. Предварительно водитель совершил экстренное торможение и не справился с управлением. В результате травмы получили предполагаемый виновник аварии и два человека, находившиеся рядом с машинами. Выясняются все причины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова